Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые телезрители. Дмитрий Борисович, мы с Вами встречаемся после встречи главы Чувашии с лидерами региональных отделений политических партий, которые в республике работают. Как Вы относитесь к такой инициативе? Как Вам понравилась встреча? Встречи, в принципе, такие, конечно же, нужны. Диалог между политическими силами в цивилизованном обществе всегда необходим. Понравилась или нет встреча – вопрос очень сложный. И тут даже, наверное, вопрос не к Михаилу Васильевичу возникает, сколько к представителям, этим самым лидерам региональных отделений политических партий. Если парламентские партии, вот мы те, кто представлен в госсовете, некоторые оппозиционные партии, которые давно существуют, они действительно активно себя вели на этой встрече, то большинство представителей иных политических сил, они просто открыто спали на этой встрече, дремали. Многие из них вообще проигнорили встречу, что говорит о том, что большинство, к сожалению, большинство этих региональных отделений политических партий, они на самом деле мертвые, они не занимаются никакой деятельностью и просто существуют для того, чтобы на выборах отнимать голоса у оппозиционных партий, у оппозиционных сил. Дмитрий Борисович, ну, там было около 40-35, по-моему, представителей, да, на этой встрече, и около двух часов на встречу, там, плюс-минус. Как вы считаете, времени достаточно? Вы успели получить ответы на свои вопросы? Если бы все действительно себя активно вели, я думаю, времени бы нам не хватило, конечно, для такого количества представителей партии. Нам хватило этого времени, тем более, что мы имеем возможность задавать вопросы и на парламентской площадке. Мы представлены в Госсовете Чувашской Республики, мы будем эти вопросы задавать, зачастую очень неприятные для власти. Что касается представителей вот этих вот партий, так сказать, непарламентских, не знаю, хватило им времени или нет, но большинство из них просто сидело и молчало на встрече. Сложно сказать, почему. Вы задали вопрос главе ЦИКа, да. У вас были еще какие-то вопросы? Может быть, не только Цветкова, может быть, главе Чувашии, главе города, представители министерств? Я задавал вопрос не только Цветкова. Кстати, вот интересный вопрос задал Цветкова и так и не услышал нормального ответа. У нас почти 1200 избирательных комиссий в Чувашии. Александр Иванович, он очень с пафосом, с большим и очень действительно с большой гордостью сообщил, что более 70% членов участковой комиссии назначены от политических партий. Мы, КПРФ, назначили в 94%, если я не ошибаюсь, в 94% избирательных комиссий назначили своих представителей. И вот получается очень странная такая цифра, что председателями комиссии, они не избираются, они назначаются председателями комиссии участковых. Так вот, председателями участковой комиссии назначали в основном из состава Единой России. Но он сказал 55 председателей. 10% от КПРФ назначены. Нет, нет, не так. 55%, 648 председателей назначены от Единой России. 10 человек назначены от КПРФ, это 0,8%. А, 10 человек. Там не проценты люди. 10 человек от КПРФ всего лишь назначены. То есть мы даже 1%. Ну, плюрализм все равно сохраняется. Ну, какой плюрализм при 0,8%? Ну, все равно же есть ваши представители. Их всего 10 человек на всю республику. О каком вообще плюрализме или о каком равноправии партии может идти речь? На этот вопрос, к сожалению, Александр Иванович не ответил. Он лишь подтвердил те факты, которые мы озвучивали. А что касается вопросов к Михаилу Васильевичу, я также задал вопрос по регламенту, один из самых интересных и волнующих нас вопросов. Вот я сейчас, как оппозиционный депутат, так же, как и остальные оппозиционные депутаты, лишен возможности вносить свои законопроекты в Госсовет Чувашии. У нас совершенно ненормальным образом прописан регламент. Любой депутат должен одновременно с прочими финансово-экономическими обоснованиями, пояснительной запиской, он должен сдавать еще и заключение главы республики на те законопроекты, которые касаются изменений, каких-либо изменений в бюджете. А это большинство законопроектов. И получается таким образом, что регламент требует от нас такое заключение, а федеральный закон и региональный закон предусматривают, что глава республики не обязан нам давать этого заключения. В итоге мы не можем нормальной законотворческой деятельностью заниматься. Даже прокуратура Чувашия стоит на нашей стороне, она направила информационное письмо в Госсовет. Но Единая Россия упорно не хочет наше предложение КПРФ принимать о том, чтобы ввести в Госсовете нормальную законотворческую деятельность. Кстати, о законотворческой деятельности. 15 октября, насколько я знаю, будет очередная сессия Госсовета, работают комитеты, фракции собираются. Да вот с какими инициативами вы выходите на осенние сессии? Чем вы собираетесь заниматься в ближайшие месяцы в парламенте Чувашии? Очень хороший вопрос. К сожалению, мы не можем собственные законопроекты носить. Я уже объяснил причину. Единая Россия такой регламент прописала. Вот, скажем, по своему законопроекту о копии знамени Победы, я буквально с мая месяца не могу никак нормально эту бюрократическую машину преодолеть. Поэтому нам только остается разбираться с теми законопроектами, которые внес в кабинет министров Чувашской республики. А, к сожалению, у нас такая система сложилась не только в республике, но и в стране, что большинство законопроектов у нас даже не Госсовет, даже не Единая Россия разрабатывает, а разрабатывает правительство. Ситуация достаточно странная. Ну так вот, возвращаясь к законопроектам кабинета министров. Один из них касается прожиточного минимума пенсионеров. Предлагается сейчас, исходя из якобы уровня инфляции, исходя из стоимости потребительской корзины, повысить прожиточный минимум пенсионеров всего лишь на 5 с небольшим процентом. Совершенно с потолка взятая цифра. Ну, инфляция 4,8, а здесь 5,5. Больше инфляции получается. Какая инфляция? Какая инфляция? Официальная? Если вы действительно живете в Чувашии, в Чебоксарах, а не где-то за ее пределами, в России вы живете. Если вы ходите в аптеки, если вы ходите в магазин, вы видите, что инфляция значительно выше. Квартплата у нас повысилась практически на 10-14%. Нам говорят о каких-то среднегодовых 6%. Какая-то цифра совершенно дикая. Кстати, вот на комитете мы будем этот вопрос тоже обсуждать. У нас ближайшее созидание комитета будет посвящено росту коммунальных тарифов. С какого потолка, я не понимаю, могли взять эти 6%. Электроэнергия 14,5% подорожала. Газ подорожал на 14,5%. В коммунальные и прочие услуги на 10 с лишним процентов. Но они говорят так. Раз было подорожание в июле, значит, надо считать среднегодовое подорожание, и оно будет 6%. Тогда я им предлагаю, ну давайте в декабре повышать, и тогда среднегодовое будет 1,5% повышения. И вообще будет все великолепно и чудесно у нас. Если вы придете в магазин, и колбаса у вас подорожала на 20 рублей, вы же не скажете, что у нас среднегодовое повышение 10 рублей, и будете платить 10. Правильно, повышение действительно реально, оно значительно выше этих 6%. Подорожал, кстати, проезд. Это больно ударило по тем пенсионерам, у кого в пригороде есть дача, есть дачные участки. Кто выезжает в деревню. И это все совершенно не учитывается сейчас в прожиточном минимуме. К сожалению, правительство Единой России установило такой прожиточный минимум, который полностью зависит от стоимости продуктов питания. Все остальные услуги, которые дорожают значительно быстрее сейчас, такой уж факт, они совершенно не учитываются. И мы, конечно, будем с этим бороться. Это один из этих законопроектов. Есть и другие законопроекты. Это и касается административных правонарушений. Очень спорный вопрос сейчас выносится от прокуратуры Чуваши о том, чтобы штрафовать владельцев автомобилей, кто нарушил на газон и поставил свои автотранспортные средства, заштрафовать без того, чтобы собирать комиссию. Автоматически будет фиксация эти видео, фотосъемки, и сразу будет штраф автоматически выписываться. Тоже, на мой взгляд, очень спорный вопрос. У нас зачастую газоном считают, что не по пути. В центре города у меня очень много друзей, кто паркуется, и говорят, ставим машину в лужу, чтобы дать людям пройти по тротуару, а оказывается, это газон. Нет, ну здесь вообще очень спорный вопрос. Сделайте парковки. Совершенно верно. Тогда мы не будем парковаться. Но у нас есть рядом с домом парковка, там 100 рублей ночь. Совершенно верно. Вопрос парковок не решен у нас совершенно в крупных городах, а при этом уже карательные меры, они станут все проще и проще. Это не решение совершенно вопроса, и это ни к чему хорошему не приведет. То есть у вас получается по регламенту инициатива, по прожиточному минимуму, по парковкам? У нас целый ряд будет инициатив еще. В том числе у нас будет вопрос по повышению выплат для лиц, усыновивших детей инвалидов. Ну, вроде закон-то принят. Нет, сейчас будет повышаться эта сумма, но при этом предполагается, что лишь 10 семей смогут усыновить, лишь 10 семей, предполагается, подпадут под действие этого закона. Почему 10? Я не знаю почему, мы хотим этот вопрос задать правительству, почему закон принимается ради 10 семей, каким образом они эту цифру взяли. Почему именно 10 семей не предполагают усыновлять сейчас детей инвалидов? Но проблема в том, что детей инвалидов наши соотечественники, наши земляки не усыновляют. Боятся, да. Боятся сложности и так далее. Мы, с одной стороны, закрыли, и, возможно, и правильно закрыли, возможность усыновлять за рубежом, но, с другой стороны, мы не создаем нормальных условий у нас. Вот эта вот составляющая, она совершенно недопустима. Если мы не даем возможности иностранцам усыновлять детей, тогда будьте любезны в стране создать нормальные условия для этого. Пока этого нет. Ну, если вы говорите, что наши не хотят усыновлять детей инвалидов, даже те 10 человек, даже для тех 10, для которых создают условия закон, может быть, это и хорошо, хотя бы 10 пока усыновляют. Это очень хорошо, но вопрос в том, что почему так мало. Вот мы о чем задаем вопрос. И таких, наверное, еще нет. Дело в том, что одним только повышением вот этой суммы, мы выплачиваем, вопрос не решишь. У нас нет инфраструктуры для инвалидов. Вы посмотрите в город. У нас не создаются ее. Делаются шаги первые, но они очень робкие и очень слабенькие. У нас нет нормальной системы образования для инвалидов. Поэтому этот вопрос у нас комплексно не решается. Комплексного подхода к этому вопросу нет. Дистанционное обучение же сейчас внедряется в 59-й школе, насколько я знаю. Есть отдельные моменты, но, с другой стороны, даже дистанционное обучение для инвалидов – это тоже серьезная проблема. Им нельзя отрываться от общества. Как они потом в дальнейшем будут… Вы знаете, мне кажется, это такая сложная инфраструктура. Она в Советском Союзе была. У нас инвалиды не были такими интегрированными в общество. А сейчас достаточно сложно все новое создавать. Вне всяких сомнений, но это необходимо делать. Я думаю, что это делается. Очень многие понимают, что это нужно делать. Робкие шаги делаются, но полного решения этой проблемы, до полного решения этой проблемы еще очень далеко. И самое главное, эта проблема не является первостепенной, к сожалению, для нашего правительства, как и многие другие социальные проблемы. Мне кажется, на данный момент самая первая задача – это брать урожай. Дай бог все, мы урожай уберем. Это была, конечно, одна из первостепенных экономических задач. Но нельзя забывать про социальную сферу. Кстати, одна из проблем. Вот мы сейчас готовимся. Не знаю, будет ли бюджет рассматриваться. Скорее всего, нет пока еще в октябре. Не будет. Но первые какие-то вопросы уже возникают. У нас урезается сейчас российский бюджет, федеральный бюджет. И будут серьезные проблемы и у нас в регионе. Потому что в том числе и будут урезаны помощь регионам. Что мы будем делать с нашими социальными программами? Что у нас будет социальной защиты населения? Тоже еще большой вопрос. Да, большая нагрузка ложится на бюджет, в том числе и по помощи аграриям, которые потеряли урожай в этом году. Совершенно верно. Никаких решений нет. Кстати, именно поэтому КПРФ сейчас выступает с инициативой об отставке правительства Медведева. Мы выступили с такой инициативой. Мы уже говорили о ней. Собрана 90... Вернее, 101 подпись. Собрана депутатств при 90 необходимых. В ближайшее время в Госдуме будет внесен проект постановления о выражении недоверия правительству Медведева. В том числе, кстати, нас поддержали. Мы собирали подписи избирателей. И провели этим летом очень серьезный широкий сбор подписей. 2 миллиона подписей мы легко собрали за 2 месяца по всей России. В том числе 45 тысяч в Чувашской республике за отставку правительства Медведева. Мы об этом и говорим. Федеральные власти бросили регионы на произвол судьбы. Бросили свое население на произвол судьбы. Это правительство должно уйти. Но регионы тоже должны как-то все-таки работать? Не просто надеяться на федеральный центр? Они бы и работали, если бы у нас была нормальная налоговая политика. К сожалению, федеральный центр отбирает все даже у нищих регионов, в том числе у Чуваши, у которых нет просто своих средств. А затем, каким образом перераспределение средств происходит, еще очень большой вопрос. Мне непонятно, например, до сих пор, для чего мы строим олимпийские эти гигантские объекты. Но в чем была эта необходимость? Страна сейчас находится не на экономическом подъеме для того, чтобы это строить, а там масса нарушений. Очень многие страны, в которых будут олимпиады, накануне олимпиад в экономическом упадке были раньше. Так они и остались. Большинство последних олимпиад коммерчески не оправдалось. И страны не выживались. Затраченные средства не были потом, не были никаким образом потом возмещены. Ну, простейший пример, вот по всем этим крупным объектам, я могу сказать, был летом во Владивостоке еще раз, посмотрел. Саммит ОТЭС уже давным-давно прошел, год, по-моему, как уже прошел саммит ОТЭС. А у них до сих пор еще часть объектов, которые к этому саммиту строятся, она до сих пор еще не достроена. Их сбросили на региональный сейчас бюджет и все еще вбухивают туда деньги. Саммит уже давно прошел, деньги все еще пилит. Дмитрий Борисович, в начале октября 20 лет событиям около Белого дома. Вот каким-то образом ваша партия будет вспоминать эту дату? Да, это трагическое событие для нашей страны. Действительно, 20 лет назад ельцинские войска расстреляли Верховный Совет. По всей стране пройдет акция памяти жертв погибших при защите Верховного Совета. В том числе по республике у нас в большинстве райцентров и городов такие пройдут мероприятия. В Чебоксарах это состоится 4 октября в 16 часов у памятника Гагарину пройдет такой памятный митинг. Мы, конечно, эти события помним и будем об этом говорить. Мы не должны забывать эту историю. Мы не должны забывать о том, что действительно тогда была нарушена конституция действующая РСФСР. Мы помним об этом. И эту тему мы не дадим забыть. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Я напомню, что сегодня у нас шел разговор по существу с руководителем фракции КПРФ Госсоведь Чуваши Дмитрием Евсеевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова